ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да уберу, уберу. Я 313-й. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Майкл? Даша, я тебя люблю. Стой! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Дашка! Канаева! Проснись! Твою мышь! Ты что, с ума сошла, что ли? Что, секс снился? Я от крик твоего проснулась. Между прочим, свой уходной день. Кошмар. Ну что, рассказывай, симпатичный и Павлик Аркадьевич случайно. Ты вообще на работу опаздываешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не убейся там. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сеня, шеф-брат, я тебе такую баранину привёз. Вот смотришь на неё и плакать хочется от счастья. Клянусь, если бы был конкурс мисс Баранин, она бы гран-при взяла. Отвечаю. Что, не помирились ещё? Слушай, тебе женщина нужна. Да ну посмотри, как похудела, а? Орел без женщин это курица. Смотри, новое приложение скачал для знакомства. Заполнил анкету и за месяц... Аня, подожди. Короче, очень много женщин. Времени на сон вообще нету. Постоянно переписываюсь. Хочешь, тебе тоже сделаем? Фотографии есть? Давай тебе тоже сделаем. Так... Так... О! О! Смотри, какой джигит, а? Да нет, тут стрёмный какой-то. Да ты вот тут стрёмный. А здесь ты неизбежный красавчик. Сейчас всё будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Екатерина Андреевна, доброе утро. Выглядите, как всегда, обворожительно. Как устроились? Как всегда, всё великолепно, Миша. Но у меня к вам одна просьба. Всё, что угодно. Вот эта фамильная драгоценность моей семьи. Я не очень доверяю сейфам в номерах. Вы бы не могли устроить её как-нибудь понадёжнее? Я всё понял. Не беспокойтесь. Ваше колье в надёжных и крепких руках. Благодарю вас. Благодарю вас. Стоять! Стоять! Михаил Джакович? Что вы делаете? Ничего. Как-то тут много всего, да ничего. Ваза разбилась. Сейчас уберут. Я встретила Екатерину Андреевну. Она мне сказала, что дала вам колье на хранение. Я думаю, что у меня в сейфе будет надёжнее. Знаете что? Оно пропало. Я буквально на секунду отвлёкся, и оно... Вот. А как это могло случиться? Я понятия не имею. Скорее всего, кто-то из горничных взял. А что? Эти могут. Всё, уже хватит. Уже чисто. Достаточно. Простите, София Яновна. Нервы. Вы не волнуйтесь, я его найду. Да, волноваться нужно вам. Надо подключить security. София Яновна. Я уверен, что справлюсь сам. Хорошо. Хорошо. Иди на чат. Хорошо. Вот, что такое. Иди на чат. Тихон. Иди на чат. Иди на чат. А что пропало-то? Я не знаю. Но он сказался феян. Канаева, 208-й, 209-й, сами себя не уберут. Иду. Он сказал, что, наверное, это кто-то из горничных. И наорал на меня. Всем покинуть помещение. А что случилось? Объяснение потом. Я выполняю распоряжение руководства. Ну? Михаил Джакович. Михаил Джакович. Что это было? Я обязана знать, как хаускиппинг менеджер. Пока, хаускиппинг менеджер. Несуйте нос. Слышь, Костян, сделал кофейку. Че, тут томился? С молоком. Не вопрос. А сахарку? Так. Ох, вот я теплодок. Извини. Несена там? Не переодеваться надо. Я переоденусь? Ну, конечно. Стесняешься? А что тут? А я понял, понял. Все, все. Не приженьшись скачет. Ну, верно. Бешамель же у меня на плите-то. Господи. А-а-а! КОНЕЦ Значит так, в отеле кое-что пропало. И я точно знаю, что это сделал кто-то из вас. Я вместо вас отвечать не намерена. А что пропало-то? Вот ты мне и скажи, что пропало. Так я и не знаю. А мне кажется, что знаешь. Может быть, ты знаешь? Или ты? До конца дня эта вещь, которую украл кто-то из вас, должна лежать вот в этом ящике. Если ее там не будет, уволю всю смену. Всем понятно? Канаева, поняла? Иди, доставай деньги из дивана и неси сюда. Канаева, что встала свободно? Ну что, Вениамин Давидович, можно тут что-нибудь придумать? Что-нибудь придумать, конечно, можно. Но готовы ли вы платить за этот креатив? Сколько? Выпавший бриллиант вставить не проблема. А вот недостающий камушек на миллион тянет. Ну и для дяди Вени на хлебушек. У меня только сто тысяч. Ну вот видите, на хлебушек мы уже насобирали. Вениамин Давидович, выручить ее долг. Вы же меня знаете, я отдам. Вы на меня не обижайтесь, но мой покойный отец, царство ему небесное, всегда говорил мне, Вени, никогда не работай в долг. В этой стране в долг ты всегда успеешь поработать. Где-нибудь на Колыме. Немец. Трехлетка. Полная комплектация. Пробег 25 тысяч. О, да, ты чё так странно? Да тут. Забыла кое-что. А мне, где я сюрприз? Та-дам! А дядяка новый диван купила. Как тебе? Теперь будешь дрызнуть, как сурок. Старые люди. Где-где? Выбросили. Даш, Даш, ты чё, тебе плохо, что ли? У меня там деньги были. Где, в диване? С твоей мышью. Много? Две тысячи. Ну ты дура. Кто в диван деньги прячет? Чё бы убежали? Может, он ещё на помойке стоит? ПОДПИШИСЬ! 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 Не поём, да? Славян, диван новый нашёл. Пойдём, за бульком чуть. ПОДПИШИСЬ! О, Столян! Проходи, садись, выпьем. А это чё, с тобой что-то? Нет! Так, мужики, это наш диван, подъём. Э, ты чё, наркоманка? Это мое диван. Я его уже обмыл. А если мы его купим? Пять тысяч. Согласна. Ты чё, курица? У тебя там две, ты за пять? Деньги вперёд. Не вопрос. А? Улети. Пойдём. Боря, просыпайся, просыпайся. Давай, давай, вставай. Да поссор ты! Да чего? Давай я тебе говорю, давай! Давай, давай, давай! Скори, Боря, скори, 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 Боря, скори! Боря, скори, скори, скори! Сюрприз! Рыжий. А вот и я. Здрасте. Ты даже лучше, чем на фотографии. Я тут номер сняла. Ага, может, зайдёшь в гости. А-та-та, заказывать что-нибудь будете? А, я поняла. Мы играем. Как будто незнакомые, да? Здравствуйте. Я прошу прощения. Могу я узнать, что здесь происходит? А вам какое дело? Ну, во-первых, я директор ресторана. А во-вторых, он мой муж. Ты женат? Да, он женат. А мне ты не говорил, что ты женат. У меня в анкете написано для серьёзных отношений. Зачем ты фотки присылал? Настя, я ничего не делал. Это вот врет. Вру? А это что? Лучше. Настя! Даша, ну ладно тебе. Ну, не расстраивайся так из-за этих двух тысяч. Что, там больше было? Твою мышь, сколько? Десять? Двадцать? Десять. Слушай, ты мне просто скажи, ты вообще нормальная? Кто такие деньжищи в диван прячет? Ладно, чай будешь? Будешь. Юля, а почему у вас подушка старая? А это? Ну, он, конечно, не новый. Я его по объявлению купила. Но зато он не скрипит и не шатается. Сволочь, а? Прокованные подсунули. Вот, хозяйка оставила старую подушку. Вот были бы у тебя деньги, вот тогда его в химчистку отдали. А так пока так. Не волнуйтесь, Екатерина Андреевна, Михаил Джекович сейчас подойдет. Вот и он. Добрый вечер. А, Михаил Джекович, Екатерина Андреевна хочет забрать свое колье. О, конечно. Все в целости и сохранности. Вот, пожалуйста. Ни на секунду не выпускал из рук. Какой вы милый, чудный молодой человек. Я бы не пережила, если бы с этим колье что-то случилось. Дело в том, что мой дедушка подарил его моей бабушке в день венчания. Но потом случилась революция. И это все, что осталось от былой дворянской роскоши. А во время войны моей бабушке пришлось даже продать один бриллиант, чтобы не умереть с голодом. Продать? Да. Понимаете, какая это ценная вещь для меня. Но я не буду вас задерживать. Еще раз благодарю вас. С вами все в порядке? А? Да. Леон. Машенька. Я понимаю, что ты чувствуешь. Ведь я сама это пережила. Как вспомнишь, что Сеня целовался, аж передергивает. Так, все, все, все. На, попей воды. На, попей, попей. Настя, ну, раз ты его любишь, надо за него бороться. Надо найти эту швабру и... Вот она. Кто? Швабра. Всего хорошего ждем вас снова. И не стыдно тебе мужа из семьи уводить? Что, простите? Ой, не прикидывайся, что ты не слышала. Что, холостых не нашлось? Я уже говорила, я не знала, что он женат. Вот, у меня есть вся переписка. Так что, свои претензии предъявляйте вашему Арсению. Константину! Как вы сказали? Арсению? Да. Можно? Сеня? Ой, горе-то какое-то. Канаева, что надо? Я... Это... Тут... Как это? О, Валентина Ивановна, я как раз вас искал. Я сегодня вспылил. Извините, не обращайте внимания. Ничего, бывает... Михаил Джекович? А? Я слышала, что ты пропала. Что? А? Нет. Все уже. Нашлось. Что хотела? Валентина Ивановна, а можно я сегодня домой пораньше пойду? А работать кто за тебя будет? Иван Федорович Крузенштерн? Иди давай. Никаких пораньше. Екатерина Андреевна, вы здесь? Екатерина Андреевна, я понимаю, что это выглядит странно. Нет, совсем нет. Напротив. Я давно заметила, как вы на меня смотрите. пилите меня. Шеф, вас просит к десятому столику. Хвалите. Добрый вечер. Арсений, ну к чему этот официоз, красотулька? Такое впечатление, что мы незнакомы. Иван. Бась, мы не слишком жестко. Кость, он чуть не разрушил нашу семью. Ва. КОНЕЛЬНОЕ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...